У нас на связи журналистка Евгения Марковна Альбац, с которой поговорим о главных событиях прямо сейчас в прямом эфире. Евгения Марковна, здравствуйте. Здравствуйте, Руслан, здравствуйте, Георгий, рада вас видеть. Мы тоже очень рады вас видеть, спасибо, что согласились к нам присоединиться. Буквально вот что ни день, то новость про международную политику, про изоляцию России. И собираются, ну там голосуют американские сенаторы за то, чтобы Россию лишить право вето. Уж не знаю, возможно ли такое. Уже девятый по счету пакет европейских санкций. Россию признали страной террористом уже там под 10 стран. Скажите, пожалуйста, по-вашему, Путин вообще ожидал, что настолько сильно он станет изгоем во всем мире, когда он думал про начало этой войны? Ожидал ли он, что все попадут под санкции, буквально все? И как вы думаете, есть ли вообще у России шанс в будущем снова вернуть себе какой-то авторитет, а самое главное доверие на международном уровне? Георгий, я думаю, что в вашем вопросе много-много разных вопросов. Первое. Ожидал ли Путин? Нет, не ожидал. Не ожидал, что украинцы будут так сопротивляться. Не ожидал, что Европа объединится. Несмотря на то, что у него есть свои люди в Европейском Союзе, в частности, премьер-министр Венгрии Орбан, который избирается уже, черт знает сколько раз, и не он один. Тем не менее, Европа объединилась в ужасе перед теми галлами, которые могут пойти и завоевывать другие страны Европы. Не ожидал. Не ожидал, конечно же, что Соединенные Штаты, которые, так сказать, по родовому, что ли, признаку боятся ядерной войны со стороны рака, которую развяжет Россия, что тем не менее они будут давать самое передовое вооружение Украине и, в конце концов, перестанут так откровенно бояться, что Путин... так откровенно боятся ядерного шантажа со стороны Путина. Не ожидал. Одновременно с этим, понимаете, мне кажется, что сейчас есть некоторая эйфория, особенно вот в таких вот среди блогеров, которые всё время читают друг друга, смотрят друг друга, интервьюируют друг друга. Ну, вы, собственно, тоже это любите делать. Между тем, заметьте, что вот сейчас, сегодня или вчера появилась очень большая подборка статьи в «Экономести», прекрасная совершенно, и, в частности, там интервью с главным, как по-английски называется, the main soldier, значит, главный солдат Украины, генерал Залужный, который рассказывает о ситуации на фронтах. И, в общем, в его словах такой вот эйфории совершенно нет. Он говорит о том, что мобилизация сработала, что, несмотря на то, что, да, действительно, у России нет ни амуниции, ни оружия для того, чтобы оснастить людей, которых она использует, как пушечное мясо, но, тем не менее, примерно, по его данным, примерно 200 тысяч человек сейчас проходят подготовку. Россия переводит свою экономику на военные рельсы, так как это было сделано во времена Второй мировой войны, после 1941 года, когда за Уралом начали работать заводы, которые производили оружие, сейчас Россия наращивает производство вооружения. Да, конечно, она не может производить современное вооружение, потому что целый ряд запасных частей находится в странах Европы, или у неё нет необходимых станков, которые она покупала у Германии, или чипов, которые она покупала на Тайване или в Соединённых Штатах Америки, поэтому там ракеты её не летают. Но болванки, которые будут разбивать энергетическую систему Украины, по-прежнему есть. И Залужный говорит о том, что, в общем, ещё чуть-чуть, и это может иметь и удары России по энергетической инфраструктуре, по гражданской инфраструктуре, Украина может приобрести необратимый характер. Поэтому так ждут они патриотов американских, которые способны усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом говорили в самом начале войны. Если вы вспомните, такие замечательные аналитики, как Майкл Коффман или Боб Ли, они говорили, что очень серьёзная проблема для Украины – это отсутствие у неё противовоздушной обороны и авиации. Ну вот сейчас это стало совершенно очевидно. Он также говорит о том, что Россия явно совершенно готовит наступление, и тут нет никаких сомнений. Вопрос в том, когда оно произойдёт. Оно может произойти в январе, и это, он говорит, совсем плохо, потому что украинцы в СУ тоже готовятся сопротивляться и готовят, видимо, и свои какое-то наступление. Об этом много сейчас пишут. Но, скорее всего, он думает, что это может произойти в феврале или, может быть, даже в марте. Но очевидно совершенно, что Россия к этому времени получит не только те дроны из Ирана, о которых сейчас говорят, там 250 дронов, поставка должна быть, но ожидается, что она сумеет либо произвести… Во-первых, у неё большие запасы у России советского оружия, и она закупает снаряды у Северной Кореи. Другими словами, очень откровенно это интервью экономисту говорит о том, что украинские генералы очень хорошо понимают, что впереди ещё тяжёлая и трудная война, которая может повернуться разным вариантом. И поэтому такая эйфория, которая сейчас часто свойственна YouTube-каналам российским, она, в общем, пока ни на чём не основана. Евгения Марковна, я хотел нас перенести к тому, что происходит в России на фоне всей этой войны. Как бы понятная причина, почему взор всех смещён сейчас на поля сражения, помимо попутно в России остается огромное количество политзаключённых. Я не знаю, вы успели сегодня, видели пост Алексея о Алексее Горенове, о муниципальном депутате из Красносельского, человека из команды Яшина, честном политике, который был первым осужден за якобы дискредитацию армии, о фейках про российскую армию якобы. И вот сейчас мы видим, я считаю, что фактически пытают Алексея, когда не дают тёплую одежду, когда постоянно кидают в ШИЗО. Мы видим, что происходит с Гореновым, которого не пускают врачей. Мы видим, что происходит с Лилией Чанышевой, которого в СИЗО не пускают мужа, хотя и законных представителей. То есть фактически изолируют от всего внешнего мира. Я хочу вас спросить, на фоне войны, то, что творится сейчас в российских тюрьмах, это история, которая взаимосвязана. То есть Путин так с политзеками обращается, да и в целом в российской тюрьме сейчас особенно жёстко, потому что военное время и потому что можно, и никто его спрашивать за это не будет, никаких последствий. Или это в целом логичное развитие той и пеницарной системы, которая в России существует все эти годы, и всей той карательной, карательных функций в руках в СИН. Вот то, что происходит с политзеками и в целом заключёнными в России. Российская тюрьма в 2022 году, она почему такая? Российская тюрьма 2022 года мне очень напоминает Пермь-36, зону, где сидели тоже политзеки, где сидел, кстати, очень известный украинский поэт Стус, который, по-моему, там же и умер, в 20 с лишним лет он сидел. Вот то, что сейчас происходит с Алексеем Навальным, это абсолютно месть Путина Навальному за его несгибаемость, за его популярность, за его способность вывести людей на улицу, за его ум, за его талант. Это абсолютно личная месть Путину. Знаете, Алёша прислал письмо, ну, естественно, через зону телеком, как положено. И он написал там, ну, помимо много всего любопытного, вы понимаете, Навального всегда в удовольствии читать. И он написал, что ПКТ, конечно, помещение камерного типа, где он сейчас находится, конечно, хуже СУСа, это строгие условия содержания, но всё-таки лучше, чем ШИЗО, потому что кофейку можно попить. Вот сейчас они его в очередной раз засунули в ШИЗО. Конечно, они пытаются его ломать. Конечно, они убеждены, ГГБшники убеждены, что они так ломали в своё время диссидентов. Кого-то удавалось сломать, кого-то не удавалось сломать, знаете, ни Буковского, ни Гинзбурга, ни Щеранского, ни многих, ни Марченко. Марченко предпочёл погибнуть в тюрьме, но не сломался. Были те, кто ломались, мы знаем их. Были те, кто сдавали, мы тоже их знаем, мы знаем эти имена. И они тоже, они плохо кончали, потому что они не могли пережить этого позора. Алексей Горинов, это вообще, понимаете, человек, который совершенно, если и Навальный, и Яшин, они политики, это если хотите, тюрьма в диктаторской, в авторитарной стране, это то, что входит в их job description, да, вот это вот часть их работы, посидеть. То Горинов, который был муниципальным депутатом и, как мне кажется, совершенно не думал, что он окажется в тюрьме и просто он сказал то, что думает и говорит честный человек, а именно, что когда убивает в Украине детей, не надо бы, может быть, не стоит устраивать праздники. И за это его посадили на 6 лет и 11 месяцев. Он сидит в покрове, где он болен, нету тепла, нету горячей воды, он не может спать. И это, конечно, пытки, это условия, приравниваемые к пыткам. То же самое, 400 дней Лили Чанышева уже сидит, за 600. Насколько я понимаю, вы понимаете, я думаю, что единственная задача с Лилией – это заставить ее говорить. Мы видим, 8,5 лет дали Илье Яшину за ролик на его YouTube-канале. Прекрасный образец журналистики, в котором в этом ролике он представил две точки зрения на события в Буче, где, как предполагает комиссия ООН, российские военные совершили преступление. Это городок рядом с Киевом. Яшин сделал блестящую работу. Он вообще потрясающе совершенно работал на своем YouTube-канале, делая свои видеорасследования и донося их очень понятным языком для огромной аудитории. Прекрасное дело работы. Мы знаем, что Иван Сафронов получил чудовищный срок, совершенно ни за что. Что Владимиру Кормурзу навесили целую гирлянду обвинений, в том числе обвинений в государственной измене. Понятно, что они будут пытаться ему шить тоже большой срок. Михаил Кригер сидит и получит срок. Миша Кригера, мы люди, так сказать, из тех, кто выходил на улицу еще в конце советской власти. Хорошо помню, он был один из организаторов, и он и его покойная жена были организаторами этих массовых протестов. И Миша все время выходил с индивидуальными пикетами. Он такой человек, очень заточенный на индивидуальный протест. И он тоже сидит, и понятно, что ему грозит тоже, к сожалению, срок. И так далее. То есть я нету вероятной возможности перечислить всех. Мне кажется, что вообще вот там, тем, у кого YouTube-каналом или большим каналом, как ваш, у вас есть от вас техническая возможность сделать. Все-таки надо делать барабан, чтобы все время шли имена тех, кто сидит. А эти ребята сидят за нас. За то, что мы смогли уехать. Мы можем более-менее, так сказать, спокойно работать из теплых и вкусных, или не теплых, но тем не менее, безопасных стран, а они за нас сидят. Я хотел напоследок вас спросить. Безусловно, вы правы, мы стараемся из эфира в эфир про политзаключенных говорить и какие-то делаем. Мы готовим новые проекты, связанные с информированием большого, насколько мы сможем дотянуться к количеству людей, о них. Тут вы полностью правы. Я хотел вас спросить напоследок про в целом напряженную обстановку глобально в мире, война, вторжение Путина в Украину. Мы видим, что сейчас активизировались то, что раньше казалось замороженным конфликтом, сейчас как-то в более активной стадии происходит история, связанная между конфликтом за Нагорный Карабах, между Азербайджаном и Арменией. Мы видим то, что происходит между Сербией и Косово. Мы видим то, что Китай постоянно брятся это оружием и говорит, что Тайвань они вернут военным путем. Вот в целом то, что сейчас происходит в мире, насколько на ваш взгляд это финальная точка? То есть после этого вы ждете еще больше экскалации в мире? Или сейчас мы находимся на таком стадии, когда все друг друга пугают и немножечко воюют, а потом в конечном итоге все откатится и дипломатия победит? Изменится ли как-то мир? Ну вы так страшно, Руслан, сказали финальная точка. Знаете, если финальная точка, то мы там все встретимся и наконец-то повидаемся. Как говорит один мой приятель, ну наконец-то выспимся. Так вот, нет, конечно, это не финальная точка, но, конечно же, когда большие державы воюют и находятся в состоянии такой прокси-воин, то это всяким странам поменьше, агрессорам поменьше, развязывают руки. Они понимают, ну вот вы упомянули конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который длится уже не одно десятилетие. Россия должна была выступать миротворцем и вместе с Арменией Россия члена ДКБ. Ну сейчас Армения, насколько я понимаю, не подписала договор о ДКБ. Тем не менее, Россия должна была защитить Армению от атаки со стороны Азербайджана и Турции. Она это не сделала. Она просто кинула Пашиняна и Армению на произвол судьбы. Но с другой стороны, люди вам скажут, которые следят за нашим регионом, что идут столкновения или были столкновения на границе Киргизстана и Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Это говорит о том, что если раньше Россия выступала в роли такого, ну как бы, дяди, который присматривал и вот разруливал конфликты, а в мире много, особенно в Советском Союзе, так же, как на Ближнем Востоке, бесконечное количество конфликтов, связанных с тем, как в свое время нарисовали границы при товарище Сталине. На Ближнем Востоке, как нарисовали границы, когда была Британская империя. Так вот, предполагалось, что Россия может уступать в качестве такого вот разводного. Оказалось, что она ничего не может, потому что она сама агрессор, потому что она сама не уважает собственные законы, собственные договора, потому что ни одному слову Путина верить нельзя. И Армения в очередной раз убедилась в том, что ни одному слову Путина верить нельзя. Что касается Китая и Тайваня, то сейчас новое британие оружием, то что вы, наверное, имеете в виду, что мимо острова прошли корабли китайской армии, и там бесконечно прилетают самолеты военные. Это, видимо, связано с тем, что в Соединенные Штаты Байден заявил, что они выделят Тайваню какие-то миллиарды долларов на вооружение. Это такой наш ответ Кирзону. Я не думаю, что Китай сейчас пойдет на агрессию в отношении Тайваня, но трудно это что-либо предсказать. Что касается Косово и Сербии, это длится уже не один год, а лет 10, если не больше. И, конечно, там по-прежнему нерешенная проблема с тем, что, конечно же, Сербия не признает Косово, а Косово требует, чтобы сербы приезжали в Косово и меняли автомобильные номера, потому что, тем самым, поменяв номера, они как бы признают существование Косово. Знаете, я бы не уравнивала бы эти все эти, это все-таки разные конфликты. Я думаю, что сейчас главная история, главное событие происходит, конечно же, в Украине, и война, которая развязала Россия в Украине, и то, что там уже погибло с двух сторон, очевидно, больше 200 тысяч человек, вы просто подумайте. Россия 10 лет вела войну в Афганистане, за 10 лет она потеряла по самым большим подсчетам 15 с лишним тысяч человек убитыми и покалеченными, так называемые безвозвратные потери. Сейчас уже Россия за 10 месяцев войны потеряла больше 100 тысяч человек. Это уже мы просто не постижаем. Так что мне кажется, что все-таки все сейчас вокруг этого. Путин очень торопится, он понимает, что и Китай, и Индия совершенно не рады такому развитию событий, для них это тоже плохо. Вообще Россия оказалась в ужасающем положении, когда единственные ее союзники – это неракупожатные страны, такие как Иран и Северная Корея. Ну, к сожалению, знаете, Руслан, у людей моего поколения была надежда, что мы проживем свою жизнь без большой войны. И, к сожалению, оказалось все это… Хотя то, что Путин будет развяжать войну, мне кажется, это было очевидно. Да, но я хотел сказать, что у нас у каждого поколения получается, что в какую-то войну живем. Тут как бы так вот как-то у нас заведено. Спасибо вам большое, что нашли время и вышли к нам в эфир. Евгения Альбац была в эфире «Популярные политики». Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. 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 Путиным.